Для одних аллерген, для других материал для творчества. Речь про тополиный пух. В одном из детских садов Магнитогорска воспитанники мастерят из него подделки. Во что может превратиться летний снег, узнавал наш корреспондент. Что это у нас? Пух. Пух какой? Белый. Белый еще? С какого дерева? С тополя. Пушистый, мягкий и белоснежный тополиный пух начинает клубиться на улицах еще в июне, а седает на асфальте. Тут-то его и подхватят маленькие воспитанники. Для них эти перины уже не источник аллергии, а будущая подделка. Кто? Барашек. Барашек у нас какого цвета? Белого. Белого. Шерстка какая у него? Мягкая. Лебедя мы делали, цыплят делали, но это объемные работы. Аппликации всевозможные, котята. Объемные более сложно, потому что их нужно соединить еще с другим природным материалом. Шишки, пластилин, какие-то детали для глаз, для рта, клюва. Барашки, облака и даже снеговики. Мастерят из природного материала все белое и мягкое. Технология проста. Собранный пух ребята уплотняют и наклеивают на лист бумаги. Сначала идею опробовали сами педагоги. Задумка удалась. И к творческой работе подключили воспитанников. Реализация основной образовательной программы учреждения подразумевает создание условий для самостоятельной деятельности детей. На территории учреждения произрастает очень много деревьев, в том числе тополей. Когда мы увидели в июне месяце, какое количество тополиного пуха у нас, у нас возникла идея, что условия создались сами собой. И надо эту идею обязательно реализовать. В детсаду уверены, такая борьба с пухом куда интереснее и эффективнее. К слову, экологи отмечают, один тополь выделяет столько же кислорода, сколько 10 берез, 4 сосны или 3 липы. А за сезон дерево забирает из воздуха 20-30 килограммов сажи и пыли. Мария Клименко, Вадим Бутаков, информационная служба Медиагруппы Знак.